Всем привет! Хочу сегодня показать большими отрывками, как я буду делать, просто буду рассказывать и какими-то кусочками показывать весь этап работы, как я буду делать из хурмы пастилу. Хочу сказать, в принципе, я думаю, что из нее можно делать, хотя мы ни разу не делали, это будет первый раз эксперимент. И, в принципе, вот у меня такая большая чашка, значит, хурмы, тут я уже начала делать, потом вспомнила, нужно, наверное, сделать видео, потому что кто-то, как мы пытаемся экспериментировать, что у нас получится, чтобы им было интересно, что мы будем делать. А, вообще, откуда хурма-то, понятно, да, эту хурму мы брали зимой, замораживали ее в морозильную камеру, мы брали целую вот, ну, не коробку, а вот ящики такие вот, они большие, вот. Больше половины мы съели, естественно, остальное уже, как бы, вот, в принципе, ну, прилично так, килограммов, может, 5 в общей сложности осталось, и уже, как бы, вроде как, и не хочется. Ну, хочется поэкспериментировать, сейчас сделаю, попробую сделать это все. Значит, что я буду делать? Сейчас я от косточек отсоединю хурму, она вот расставила и отдала сок, значит, вот этот сок, вот эти ягоды все сюда, пока руку, ну, так вот, руками перебираю косточки, вот эти шапочки снимаю, выкидываю все. С блендером, в блендер вылью все, засыплю сахар, значит, вкус такой, ну, примерно, чтобы не нравился, был сладенький, потому что хурма какая-то сладкая, средняя попадается какая-то не очень, хотя королек у нас. Ну, вот как-то вот так вот получилось, значит, ну, естественно, предварительно она была в морозилке вымыта, прежде чем она положена была туда для того, чтобы замерзла. Вот, и потом я покажу, как она будет все это у меня в блендере, какая масса после блендера получится, когда буду разливать уже в сушилку. Сколько влезет, посушу, остальное уберу пока в холодильник, посмотрю, сколько часов нужно будет для того, чтобы высохнуть, пойдет ли получится, не получится, насколько будет жидко или нет. Ну, просто поэкспериментируем. Нет, если останутся остатки, значит, сварим с вами варенье. Если нет, то, в принципе, сделаем с вами пастилушку. Ну, вот, вот такой вот обзор работы. Сейчас, в принципе, прервемся, и следующий кадр будет уже, когда я, наверное, буду разливать или разолив уже на листы для пастилы, вот, в сушилку. Ну, так вот, понятно, да, сахар в блендере взбиваем, сахар добавляем по вкусу и просто разливаем по поддончикам в сушилке. Ну, все, будем смотреть, что будет дальше. Да, кстати, были счастливые люди с вами, а то я всегда забываю вначале так говорить, но я думаю, что, в принципе, нас уже по голосу, и кто нас смотрит, в принципе, это уже знает. Ну, вот, начнем дальше свой эксперимент. Все, к следующему кадру. Привет, продолжаю свое видео по поводу пастилы из хурмы. Так, ну, вот такая смесь у меня получилась, так, вот такой вот у нас густоты, ну, такой, как, прилично густое, такое густое получилось. Значит, дальше. Это, значит, я взбила блендером с сахаром. Грубо говоря, сахар почти не ложила, потому что очень-очень сладкая хурма была, поэтому я чуть-чуть буквально, чтобы уж наверняка, чтобы была сладость. Так, дальше. Потом вот такие вот у меня поддончики. Вот эти поддончики, сейчас я их покажу, вот они, да? Такие поддончики, кстати, напомню, что вот такая у меня сушилка Волтера 1000, чему вообще рада, очень благодарна производителям. Дальше. Значит, вот такие поддончики я смазываю маслечком, обязательно маслечком, подсолнечным, обычным, товарищи, подсолнечным, обычным маслом рафинированием. Рафинированная у меня тут, не знаю, рафинированная. Я мажу всем подряд, для нас не суть, если даже что-то будет когда-то. Ну, хотя вот сколько раз смазала, да, ни раз не пахло. Оно уж не такое рафинированное, чтобы пипец как пахнет подсолнечным маслом, поэтому ничего страшного. Так, вот так смазываю, хорошо, хорошо смазываю, смазываю, смазываю. И потом, сейчас дамаживаю до конца, и потом первый поддончик уже у меня готов, поставлю вот так сушить его. Насколько хватит у меня поддонов, ну, не меньше пяти, я думаю, что будет. В общей сложности хочу сказать. На вкус не знаю, какая получится. Обязательно еще досниму, когда будет готово, будем снимать. И продегустируем на вкус, поэтому это будет как бы третья часть. И вот этот ролик будет состоять из трех частей, в принципе, да. Ну, вот будем теперь ждать готовый результат. И, в принципе, скажу, на какую температуру поставлю. Наверное, все-таки 60 поставлю. И сколько часов оно будет у меня сушиться, я тоже постараюсь вам ответить на ваши вопросы. Ну, все. Пока-пока. С вами все еще были счастливые люди. Значит, продолжение следуйте. Следуйте. Следует. Ладно, пока-пока. Всем еще раз привет. Значит, снимаю продолжение видео по поводу нашей пастилы из хурмы. Так, сушилка работает. Значит, открываем, смотрим. Прошло 20 часов. Раньше не получилось посмотреть. Прошло 20 часов. Ну, вот такая у нас картина. Значит, наверное, свет нужно включить. Вот так, лучше, да? Так, ну вот, смотрим. Ну, такая вот штука прикольная получилась. Так-то вроде подсохла. Ну, сейчас будем снимать, заворачивать. Так, как я это делаю? Сейчас я снимаю первый поддончик. Пока горячий. Не выключаю все поддоны пока. Каждый работает до тех пор, пока до каждого не дойду. Почему? Чтобы они были теплые, чтобы удобно было с ними работать, чтобы можно было заворачивать. Я не целиком обычно заворачиваю, обычно по половинкам. Но в этот раз хочу по четвертинкам завернуть и складывать не в контейнеры, а вот просто в пищевую пленочку. Вот такую пищевую пленочку буду заворачивать каждый и подписывать, что из чего упустила. Потому что когда ты иногда в дорогу или что-то куда-то надо брать, неудобно было 20 раз заворачивать, переворачивать, мешочки складывать, вытаскивать. А тут будет уже готово. Просто взял и, в принципе, уже можно пользоваться. Ну все, вот такое вот коротенькое видео в общей сложности. Наверное, будет длинным видео. Ну, хочу сказать, что... А, на вкус, на вкус. Обещала, попробую. Сейчас вот есть сбоку кусочек. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот тут вот есть. Такой. Так, ну такая она текучая довольно-таки. Так, пробуем. Так. Выжженный вкус хурмы. Прям как будто хурма на самом деле ешь. И сладкая. Прям вот ешь, как настоящий хурму. Ребята, реально, серьезно, вкусно. Как будто ешь хурму. Поэтому вполне. Я очень довольна. Делайте, пробуйте, экспериментируйтесь. Ну и будьте с нами, подписывайтесь к нам. Кто ни разу не видел наше видео, все посмотрите. Ну, все. Пока-пока. С вами были счастливые люди. Довольные. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...